А последняя тема, которую мы с вами должны рассмотреть, это то, что владычество, которое дано человеку над всем творением и которое вновь восстанавливается в церкви, это потомственное владычество. Бог благословил и сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. То есть эта заповедь дана не непосредственно, только лишь мужчине и женщине, но и их потомству в том числе. То есть плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю и владычествуйте надрывы морскими, над птицами небесными, всяким животным, присмыкающим на земле. То есть это заповедь потомственная. И, как мы уже говорили в книге пророка Малахии, говорится об этом, не Бог ли сделал их одним целым, мужа и жену, и плоть и дух принадлежат ему. Почему? Почему же он хочет, чтобы они были едины? Из-за потомства, которое угодно ему. То есть богоугодное потомство – это предназначение единства в браке. Наша заповедь владычества, она не ограничится только лишь нашим поколениям. Передадим ли мы дальше, мы должны понимать, что все, что мы в этой жизни нажили – работа, служение, дом, машина, собачка, кошечка – ничего из этого с собой мы не возьмем в Царство Божие. Только дети являются абсолютной ценностью, которую мы сможем в Царство Божие из того, что в этом мире у нас есть, взять. И поэтому предназначение единства в соответствии с указанием Малахии является богоугодное потомство. Почему он хочет, чтобы они были едины? Для того, чтобы потомство было богоугодным. Таким образом, мы должны понимать, что приоритетная ответственность родителей – это формирование мировоззрения своих детей. Мировоззрение – это очки, через которые мы видим мир. И если вы знаете, мы очень много проводим времени в дороге, меня друзья называют латентным дальнобойщиком, мы едем как-нибудь, значит, туман, мряка, пасмурно. У меня есть очки в машине, поляризационные, желтые очки. Я одел – все, хорошо, все видно, ясная дорога, прекрасная погода. Рядом сидит жена, прянул. Что ты прянул? Да погода такая хмурая. Какая хмурая, отличная погода. Раз – хмурая, раз – отличная, раз – хмурая, раз – отличная. То есть, мы воспринимаем мир через то, как мы на него смотрим. И вот наше мировоззрение – это и есть то, как мы воспринимаем то, что вокруг нас. По большому счету, понятие мировоззрения можно свести к вот этим базовым вопросам. Откуда я взялся? Кто я такой? Зачем я здесь? И что со мной будет потом? На любой другой вопрос, важный в жизни, вы будете отвечать, в зависимости от того, как вы ответили на этот вопрос. И при этом нужно понимать, что эти вопросы неравнозначны. Самый главный среди них – это откуда я взялся. Потому что наше предназначение определяется нашим происхождением. То, откуда я взялся, определяет и кто я такой, и зачем я здесь, и что со мной будет потом. Ну, например, если меня учили с детства, что мы все порождение случайности, мир действует, развивается сам по себе. То стоит вопрос, с какой стороны я должен подчиняться каким-то законам и правилам? Я же случайность. Пока рядом со мной находится там папа с ремнем или полицейский с дубинкой, я, конечно, буду подчиняться их силе. Вот, только они отворачиваются, я сам по себе. Вот, случайностью никто не правит. Если я произошел от обезьяны, то с какой стати я должен слушать своих родителей? Они же на целый шаг ближе к обезьяне, чем я. Но если я здесь по какому-то замыслу, то, согласитесь, мне лучше этот замысел знать. Иначе я провожу свою жизнь совершенно напрасно. И кто я определяется тем, откуда я взялся? Зачем я здесь определяется тем, откуда я взялся? И что со мной будет потом? Тоже определяется тем, откуда я взялся. Очень хорошо это показывано в такой сказке-притче Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Когда в сказке девочка по имени Алиса во сне, то есть такой сюрреалистический момент, влекомая собственным любопытством, погналась за кроликом и провалилась в кроличью нору. То есть это такая аллегория человечества, которая, влекомая собственным вожделением, пала. И в результате этого падения Алиса окажется в совершенно ином мире, в стране чудес, где она не знает ни кто она такая, ни зачем она здесь, ни куда ей надо идти, не знает даже, какой она должна быть, не знает, как ее зовут. И вся сказка – это такой квест в поиске смысла, в поисках смысла. И по ходу дела в эту притчу вставлены в притчи поменьше с критикой политической системы Великобритании, с критикой теории революции и так далее и тому подобное. Всех дискуссий, которые тогда были на слуху. Но лишь когда Алиса вспомнит, как она сюда попала, вся эта страна чудес рассыплется, как карточный домик. И ключевым моментом притчи является встреча Алисы с существом под названием Чеширский кот. И между ними происходит такой диалог. Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти, говорит Алиса. На что кот говорит – это зависит от того, куда ты хочешь попасть. Алиса говорит – а мне все равно, куда попасть. Кот говорит – ну тогда все равно, куда идти. Алиса говорит – ну куда-то мне нужно попасть обязательно. На что кот говорит – обязательно. Ты куда-нибудь, ты обязательно попадешь. То есть куда-нибудь мы все обязательно попадем, вопрос в том, попадем мы в то место, которое нам предназначено, или попадем в совершенно другое место. Это зависит, правильно ли мы понимаем свое происхождение, то, откуда я взялся. Откуда я взялся – это самый первый философский вопрос, который задает ребенок. Когда ваш ребенок спросил, откуда я взялся, вы можете записывать, как древние евреи праздновали отлучение от груди, вы можете праздновать. Когда ребенок спросил, откуда я взялся, он начал осознавать себя как личность. И перепуганные родители либо начинают рассказывать ему про аистов и капусту, либо бедного ребенка заваливают медицинской литературой. А у ребенка на самом деле вопрос философский, то есть каковы мои права в этом мире, кто я такой, зачем я здесь, каково мое предназначение, потому что предназначение определяется происхождением. Мы все живем в этом мире и мы все видим одни и те же факты наблюдаемые. Но интересно, что люди, в зависимости от того, каково их мировоззрение, из одних и тех же фактов делают совершенно разные выводы. Почему? Потому что мировоззрение формирует те предпосылки, предубеждения, с которыми мы взираем на эти факты. И одно предубеждение будет вести к одному выводу, и другое предположение, предубеждение о тех же самых фактах будет вести совершенно к другому выводу. Но вот здесь картинку, вы видите, Сальвадор Дали и Пабло Пикассо рисуют картину яйца. И при этом каждый его рисует совершенно по-своему. У Пикассо это кубик, а у Дали размазанная вот эта яичница по веткам. Каждый строит видео в соответствии со своим мировоззрением. Если вы будете на мир смотреть с библейской точки зрения, вы будете делать выводы одни. Если будете с эволюционной, будете делать совершенно другие. Когда разговариваешь с профессором-эволюционистом, показываешь сложнейшую программу, записанную на молекуле ДНК каждой нашей клетки, он говорит, ну это же обыкновенная молекула ДНК, все равно. Он не видит, что ведь это же информация, информация может проходить только из-за ровного источника. Люди такую информацию в таком виде сформулировать не могут, ни естественным интеллектом, ни искусственным. Например, наблюдают ископаемые люди, ученые. То есть мы понимаем, что человечество с древних времен знает, что вся земля покорыта осадочными, слоями осадочных пород, и что в этих осадочных породах есть ископаемые разных живых, некогда живых существ, перекаменелости, причем в разных слоях разных существ. И вплоть до 19 века, все люди однозначно говорят, вы видите, это доказательство всемирного потопа. То есть мы на всей земле видим морские отложения, значит вся земля когда-то была под водой. И мы видим, что на самых глубоких уровнях наиболее глубоководные существа. Дальше идут существа средней глубины, дальше прибрежные морские, дальше прибрежные сухопутные, в самых верхних слоях те существа, которые дольше всего могли сопротивляться стихии. Это свидетельство всемирного потопа. Но потом возникает теория эволюции, которую теория назвать нельзя, потому что как возникает теория. Я вижу факты, я делаю предположения, как эти факты между собой связаны, так называемая гипотеза. Я проверяю эту гипотезу, и если гипотеза прошла проверку, она становится теорией. То, что мы называем теорией эволюции, возникла идея, а под эту идею теперь нужно подгонять факты. И вот одним из таких подогранных фактов было, мы же видим эти слои, давайте будем считать, что это не геологическая колонна, а геохронологическая колонна. Что это были эпохи, вот в эту эпоху были эти существа. Мы не знаем, откуда они взялись, потому что ниже этих слоев вообще никаких живых существ нет. Но они появились сразу в развитом виде, с системой движения, со зрением и прочее. Ну, как-то вот кембрийский взрыв в бабах и появились. Вот. В этом слое уже другие существа, куда делись, тем мы не знаем, вымерли. Но откуда взялись эти, мы тоже не знаем, потому что промежуточных форм тоже никаких нет. Вот. А потом другие слои. Мы видим миллионы лет, значит, отложений. Это является доказательством теории эволюции. Подождите, как это может называться теорией эволюции, если, собственно, ваша исходная предпосылка будет, давайте предположим, что это результат эволюции. То есть вы доказали свое, что это, вы пришли к своему же собственному предположению в результате рассуждений. Но обратите внимание, что в обеих случаях и ученые-эволюционисты, и ученые-креационисты, то есть верующие в сотворение мира, видят одни и те же камни и кости. Из одних и тех же камней и костей они делают совершенно разные выводы. Почему? Потому что исходят из разных мировоззрений. Вот слова одного из наиболее выдающихся ученых 20 века, основателя квантовой механики, Нобелевского лауреата Макса Планка, пресс-фитера церкви. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга. Обе религии, естественно, наука, требуют для своего обоснования веры в Бога. Но для первой, для религии, Бог стоит в начале, для второй науки, в конце всего мышления. Для религии он представляет фундамент, для науки, венец разработки миросозерцания. Это слова одного из наиболее известных ученых современности. Вот слова другого ученого, тоже известного. Вряд ли я в состоянии понять, каким образом кто бы ни был мог желать, чтобы христианское учение оказалось истинным. Это учение отвратительно. Предположение, что благозвратительность Бога не безгранично отталкивает сознание, ибо какое преимущество могли бы представлять страдания миллионов низших животных на протяжении почти бесконечного времени. Чарльз Дарвин. То есть, вся история мироздания – это история боли и страданий, значит, Бога нет. Дарвин прекрасно, честно признает, для чего он создал свою теорию, каков был его главный мотив. То есть, и тот, и я не буду говорить о степени научных достижений Дарвина, так как минимум и тот, и тот великий ученый. На основании квантовой механики, у нас сегодня есть, значит, ядерная энергия, космические полеты и прочее. Что нам дала теория эволюции, мы не знаем, кроме забивания головы школьникам. Но хорошая научная эволюция должна давать предсказания, должна давать возможность построения технологий, какие-то практические выводы. Кроме как поддержки атеизма, теория эволюции ничего не дает, это идеология. Но, так или иначе, и тот, и другой известный ученый. А теперь, внимание, вопрос. То есть, мы видели две точки зрения двух известных ученых, которые изучают один и тот же мир. Из изучения одного и того же мира они делают абсолютно разные выводы. Какую из этих точек зрения наши дети услышат в школе? Дорогие нет. Совершенно однозначно. Сама система образования построена таким образом, что детям внушается именно атеистическое мир, навязывается атеистическое мировоззрение. А как говорил еще один известный человек, Адольф Гитлер, кто контролирует учебники, тот контролирует нацию. Вся система, монопольная государственная система образования построена на том, чтобы формировать у детей атеистическое мировоззрение. Если мы никоим образом этому не противостоим, если мы не мешаем этому, потому, допустим, я говорю об этих книжках «Апологетика мамы Медвейца», цель этих книг помешать формированию у наших детей ложного мировоззрения. Как защитить своих детей от всего того, что они узнают в школе? Мы должны понимать, что если мы не занимаемся формированием мировоззрения наших детей, это делают другие. Это не значит, что оно не формируется. Сколько времени проводит наш ребенок с родителями, сколько он проводит в школе? С кем он проводит больше времени? В школе. Естественно, что в обычной школе, потом он приходит в воскресную школу, ему там рассказывают истории про Иисуса, он их запоминает, он как может запомнить. Как-то в лагере мы проводили детские лагеря, какие вы знаете библейские истории? Как-то шли люди через пустыню, с ними вместе бежала собачка. Как вы думаете, какой библейский текст? Вот, ничего подобного на притчу о человеке, в построенном доме на камне и на песке. То есть они какой-то мультик посмотрели в воскресной школе и запомнили, что шли дети, бежала собачка. Они решили, дальше продолжение они не помнят. И в итоге мы сталкиваемся с таким пониманием, понятием как ДВР, дети верующих родителей, дети, которые ходили в воскресную школу, отлично там получали все звездочки, наизусть знали все тексты из Писания, а потом вырастают и покидают церковь, больше в нее не возвращаются. Потому что ни семья, ни церковь не формировала их мировоззрение, их мировоззрение формировала школа все это время. Есть страны, где нет официального уровня, где вопрос формирования программы – это вопрос самой школы, вопрос родителей. Либо школа формирует, родители выбирают программу. На самом деле вот эти кадры – это кадры из фильма Алана Паркера мюзикл «Стена» с музыкой Пинк Флойд. Очень такой депрессивный мюзикл, отображающий страхи послевоенного поколения в Британии. И вот одним из страхов, источником страхов является школа. Когда туда загоняют детей, каждый туда заходит со своим общим лицом, а потом у них все лица меняются на одинаковые маски. Задача школы – всех сделать одинаковым. И в итоге образ школы – такая огромная мясорубка, которая перемалывает всех этих школьников в фарш электората. Если вы не читали, обязательно почитайте Клайва Льюиса, прекрасную маленькую книжку «Письма Баламута». Ее можно найти в интернете. Это тоненькая книжка, это лучшее пособие по демонологии, заменяет огромные тома. Оно с хорошим юмором написано в виде писем наставлений опытного беса-искусителя своему младшему племянничку, как лучше искушать людей. Украинские листы Крутэня. Да, листы Крутэня. Скрюльтайплеттерс. Крутэня – лучший перевод. И потом, уже после войны, когда в Британии стал вопрос создания единой государственной системы образования, написал Клайв Льюис небольшое дополнение, одну главку к этой главе. «Баламут поднимает тост». И там такой сюжет, что в АДУ, в отделе народного образования, пир, банкет в честь достижений. И «Баламут», как главный министр образования в АДУ, поднимает тост за достижения нашего образования в мире. И говорит, что скоро нам уже не нужно будет людям внушать гордыню, самодовольствие и прочее. сами справятся. Все, что для этого нужно, чтобы все школы стали казенными. Но там у них, понятно, это дело в виде такой шутки прошло, и оно так и не было. В итоге эта программа принята. А у нас все школы по единой государственной программе давно существуют. Мы же рождены, чтобы сказку сделать были. То, что у них сказка, у нас был. В Америке Обама пытался такую программу протянуть, как core courses, то есть какие-то основные курсы, которые в школе должны в обязательном порядке преподавать, а уже остальные выборные. Но это тоже не прошло, потому что нарушает права людей, нарушает права верующих, нарушает права людей с другим мировоззрением. Люди сами выбирают, в какую школу их дети будут идти, либо сами их воспитывают. У нас же мировоззрение детей формирует школа, и мы зачастую не понимаем, насколько это важно. Ведь мы помним, что Писание говорит, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И все, что важно, все, что вбивается в голову, что, значит, ведь был первый Адам, а Иисус второй Адам. Это доказать, что первого Адама не существовало. Это всего лишь миф, аллегория, сказка. Но если люди не умирают в Адаме, то они и не живут во Христе. Это оказывается за пределами их мировоззрения. Мы проповедуем Христа, распятого, для иудеев, соблазн, для эллинов безумие. Потому что для эллинов люди не умирают в Адаме, соответственно, воскресение во Христе для них безумие. Мы должны понять, что наши дети принадлежат Богу, а не государству. И не министерство образования, а мы в ответе за формирование их мировоззрения. Ну, вы знаете, все знакомы с таким символом «рыбка» или в народе «фишечка», обозначающая иванских христиан. Появился в последнее время альтернативный вариант, это «рыбка с ножками», обозначающая эволюциониста, атеиста, неверующего. Потому что по теории эволюции рыбы обросли ногами и вышли на берег. Мы должны понять, что наша культура это вот такой сплошной поток этих вот рыбок с ножками. И наши дети с вами в этом потоке не выстоят, если мы их через него не проведем. Наша ответственность в формировании мировоззрения своих детей, защита их от этих ложных идей. Именно поэтому мы такое внимание, допустим, уделяем вот этим вот материалам для формирования мировоззрения детей. И вы знаете, у нас был случай, когда в одной церкви в Благовещенске, на границе с Китаем, там был наш миссионер, который миссионер был в Китае, и он же в церкви был учителем в воскресной школе. И он начал по вот этому вот циклу книжек Божий задум проводить занятия в воскресной школе. проводить мост между тем, что дети учат в государственной школе и Библией, чтобы дети могли видеть, чтобы они могли быть миссионерами не только своим сверстникам, но и своим учителям. То есть, не просто заучивать истории про Иисуса, а формировать мировоззрение детей. Он поставил перед собой такую задачу. в воскресную школу дети просто повалили. Дети стали приходить туда звать своих друзей, стали приходить дети из других церквей, дети неверующих. Потом из пастора других церквей стали возмущаться, что же вы переманиваете людей из нашей церкви, потому что родителям стало интересно, куда же это наши дети собираются, каждое воскресение бегут. В итоге они сделали себе воскресную школу как обычно, а эти занятия стали проводить по субботам, у них субботняя школа, куда стали приходить дети вместе с родителями, для того, чтобы видеть, как потому что факты, которые дети в школе видят, факты это все правильные. Проблема в том, что интерпретация этих фактов дается неправильно, и вот допустим книга Криатио, это книга для учителей и родителей, чтобы учителя учителей, того, кто сейчас не учились ничему другому, для учителей и родителей, там не такой крупный шрифт, как в детской книжке, чтобы знать, как все то, что дети будут изучать в школе, соотносится с Библией, и творение и видение, интегральный курс для формирования мировоззрения ребенка, и допустим показывается, что единый божий замысл, изучается допустим устройство локтевого сустава, и тут же принцип рычага архимедовский, тут же химия всего этого процесса смазка, трения, то есть как некое единое целое, чтобы у ребенка формировалось единое общее мировоззрение, и на этом фундаменте, то есть в итоге это было целое такое пробуждение в Благовещенке в свое время только за счет того, что в одной церкви стали эту точку зрения преследовать, я не знаю рассказывал или нет, что у нас один ребенок поступал, получил на экзамене билет теории эволюции, рассказал все полностью, а потом рассказал, что же в этом неправильно, формирование мировоззрения ребенка, именно естествознание, физика, химия, биология отвечают на главный вопрос мировоззрения, откуда я взялся, именно поэтому именно в этой сфере наименьшей степени в школу будут допускать нас для того, чтобы мы могли проповедовать, и наша задача компенсировать это, общаясь с детьми, показывая им, говоря с ними об этом, ложась и вставая, сидя за столом и идя дорогою. в свое время Иисус и это ответственно наш не только родителей за своих детей, но и в целом то, что нам верено, мы в ответе за тех, кто живет рядом, когда Иисус сказал, что слышите от меня в заколуках, разносите по всему свету, что говорю на ухо, провозглашайте со всех крови, вот, провозглашение с крови, это мандат медиаслужения, социальные сети, интернет, видосики Ютуб, все, что мы можем, все полностью, как мы можем, все, что мы можем использовать для формирования мировоззрения, мы должны использовать для формирования, в первую очередь, мировоззрения собственных детей, но и делиться этим, чтобы другие люди тоже могли формировать мировоззрение своих детей или как минимум формировать свое собственное мировоззрение, освобождаясь от всех тех ложных идей, которые вбиваются им в головы. на самом деле нынешний мир мало чем отличается от древних Афин то есть перефразируя слова книги Деянина, можно сказать, что пользователи социальных сетей ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое и туда именно, куда люди приходили чтобы обсудить или послушать что-нибудь новое апостол Павел идет с проповедью и точно так же мы должны идти туда, где люди это ищут, а горы это место, куда приходят обсуждать идеи и новости именно там апостол провозглашает главную новость то есть интернет это и город 21 века и следующий момент, что он в заботе о жителях города беседовал где и с кем только мог и в синагоге с иудеями и с почитающими единого бога язычниками и каждый день на площади с прохожими и вот слово беседы диелегето то есть от этого слова происходит наше слово диалог то есть он не просто ходил и проповеди читал или говорил там покайтесь он с ними беседовал, он с ними общался диалог это основа общения если люди видят, что вы их не хотите слушать они же вас тоже слушать не станут как хотите, чтобы слушали вас люди так слушайте вы их если люди понимают, что вам наплевать на их мнение им будет наплевать точно так же на ваше мнение если у вас не будет здорового диалога если здорового диалога не будет, если не будет построения отношений мы должны понимать, что практически все те методы богословия, те методы благовестия, которые стали для нас традиционными, они укоренены в культуре модернизма помните, мы говорили об эпохе модернизма, постмодернизма, метамодерна это так называемый мир мировоззренческого консенсуса мир четырех П постоянство, предсказуемость, простота, понятность но нужно понимать, что этого мира уже не существует не существует уже давно люди говорят, мы живем в удивительное время мы не знаем, что же будет дальше мы с вами живем в удивительное время мы знаем, что мы не знаем, что будет дальше до этого мы жили, думая, что мы знаем, что будет дальше, но точно так же не знали и на смену миру 4П пришел мир 4Н неустойчивость, неясность, несвязность и неоднозначность мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, что будет завтра Я договариваюсь с человеком, знаю, что буду это в городе встретиться. Говорят, ну если будем в городе, потому что мы на самом деле не знаем, что же будет дальше. Когда мы будем. Неустойчивость, постоянно все меняется. Неясность. То есть вроде как мы понимаем, что происходит, но почему оно происходит? Куда это все движется? Непонятно. Несвязанность. Столько всего происходит одновременно. И как это собрать в кучу? Мы не можем. И неоднозначность. Каждый факт, который мы видим, можно интерпретить и таким образом, и таким образом. Политики и журналисты на этом же хорошо зарабатывают. Потому что в мутной воде ловить рыбу всегда куда интереснее. Но мы же живем и идем по пути, который, как призывают нас, эпоха метамодерна. Это мир новых четырех П, где на смену старым четырех П приходит принципиальность, пытливость, предприимчивость и подстраиваемость. У нас есть принципы, поэтому не обязательно знать весь набор ответов на вопросы, как, если мы знаем, почему и зачем. У нас есть принципы, которые позволяют нам сориентироваться. Мы не боимся экспериментировать. Потому что очень часто проблема в том, что в церкви насаждается не дух сыновства, а дух приемыша. Ведь сын не боится экспериментировать, не боится делать, он знает, что он ничего не может сделать такого, из-за чего он перестанет быть сыном своего отца. Каин, убив Авеля, не перестал быть сыном Адама. А приемыш постоянно боится сделать что-то не то, чтобы его обратно не выкинули. И зачастую мы боимся экспериментировать, боимся делать что-то такое, а вдруг мы сделаем что-то не так, и Бог от нас откажется, и мы снова окажемся на улице. Предприимчивость, на основании этого мы не боимся делать новые начинания, и подстраиваемые всегда, можем построиться в любую ситуацию, в любые культурные отношения. Это то, к чему пришел мир в контексте метамодерна, извините, это что, что-то новое? Да нет, это уже несколько тысяч лет в Библии все написано. Это те принципы, которые были заложены изначально. Мы должны понимать, что перемены – это единственное, что постоянно в этом мире. Но чем больше все меняется, тем больше все остается тем же самым. Неизменное Слово Божье помогает нам сохранять верный курс. Принцип принципиальности, первое П. Ищите прежде Царство Божье и правды Его. У нас есть ценности, у нас есть цели, у нас есть приоритеты, у нас есть принципы. В любой ситуации мы не выбираем из двух зол. Ладно бы, жить была бы сахаром, если бы всегда нужно было выбирать между добром и злом. Да не здесь добра в падшем мире. Выбирать всегда приходится между двумя злами. Бог в этом мире творит добро и зла, потому что больше его творить здесь не из чего. Смерть Сына Божьего на кресте невинного – одно из самых больших зол, сотворенных в этом мире. Бог творит из него добро. Ищите прежде Царства Божьего. Мы из двух зол выбираем не наименьшее. Кто сказал, какое зло меньше? Мы выбираем то, которым больше прославится Господь. Что, как нам поступить в этой ситуации, чтобы оно было больше для Царства Божьего. Пытливость. 1-го секунда 5-21. Все испытывайте. И лучшего держитесь. Предприимчивость. Мужайтесь. Я победил мир. Нам же не страшно экспериментировать. Победа же уже одержана. Ничего из того, что мы делаем, не может нарушить то, что победа уже одержана. Мы уже в гвардии победителя. Ну и подстраиваемость апостола Павла пишет. Для всех я сделался всем. Чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что мы здесь ради тех, кто еще... То есть нас, граждан Небесного Иерусалима, Бог держит здесь, на руинах павшего Вавилона, ради тех, кто еще не с ним. Мы здесь ради них. Они здесь главные, а не мы. Если бы не это, зачем бы было здесь наше присутствие? Мы под них постараемся, мы идем к ним. Церковь – это единственное объединение людей на земле, которое существует не ради тех, кто в это объединение входит, а ради тех, кого в нем еще нет. Мы здесь ради неверующих. Мы ради тех, кто еще не знает Господа. И мы слышим, читаем, когда Иисус общался в храме, помните, во дворе храма. Сначала подошли к нему фарисеи. А какой властью ты это делаешь? Хорошо, я вам скажу, так вы мне сейчас скажите, крещение Иоаннова было от людей, от Бога. А мы не знаем. Ну и я не знаю, до свидания. В саду Киевец, слушай, наш парень, смотри, как он навалял этим фарисеям. Одна проблема – верит в воскресение мертвых. Подходит к саду Киевец этой задачкой про женщину и ее семь мужей. Не получилось. Иисус и не за тех, и не за тех. И вот один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Дело в том, что в этот момент одним из элементов спора между фарисеями и саду Киевами было, что главнее. Дело в том, что, по сути дела, основой жизни Израиля был храм. Сначала Скиния, впоследствии храм. Но потом храм был разрушен. Сначала Израиль, потом Иуда отправлены в плен. И в итоге формируется такой институт, как синагога, в которой идет изучение Писания. Когда из Вавилонского плена евреи вернулись в Иудею, в Иудеи уже Писание и Закон забыли. И помните, Ездра восстанавливает, благодаря Иудеям вернувшись в Вавилон, восстанавливает поклонение Богу в Иудее. И получается два авторитета. Храм – это один авторитет, храм восстанавливается. С другой стороны, второй авторитет – это учение. Так что же важнее? Храмовое поклонение или знание Писания? По сей день в христианских церквах есть динаминации, которые говорят, главное, чтобы вы ходили в церковь, участвовали в таинствах. И есть церковь, которые говорят, нет, главное, чтобы вы все знали Писание. Так какая же важнее заповедь? Пребывать в Писании или храмовое поклонение? Вот именно эти дебаты были остры во времена Иисуса. И когда подходит к нему человек и спрашивает, какая же главная заповедь, имеется в виду, потому что если главная заповедь – храм, то главный авторитет – саддухеи, храмовая элита. И если главная заповедь – знание Писания, тогда главный авторитет в обществе – это фарисеи, потому что они контролируют синагоги, они контролируют изучение Писания. Так кто же тут самый главный? То есть после того, как Иисус навалял и тем, и другим, книжник, видя это, и видя, что Иисус так говорит правильно, и по тех, и других, подошел и говорит, так какая же самая главная из заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей – слушай Израиль. Обратите внимание, в Евангелии от Марка более… Матфея – это еврей, который пишет евреям, он более краткий ответ дает, потому что евреи и так эту заповедь знают. А Марк – это еврей, который пишет римлянам, поэтому он начинает с самого начала заповеди. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим, и всей крепостью твою. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей – возлюби Бижнего твоего, как самого себя. Иной, больше сих заповедей нет. И сегодня, если вы читаете только Новый Завет, то вы считаете, что вот это и есть главная заповедь. На самом деле это не заповедь, это ссылка на нее. Потому что в те времена еще глав и стихов в Библии не было. И если вы хотите сослаться на какой-то текст в Писании, нужно процитировать часть этого текста. Иисус цитирует часть этого текста. И помните, книжечка сказал, верно сказал ты, учитель. Действительно, главнее ничего нет, потому что он знает саму заповедь. И это действительно главная заповедь, она каждую субботу читается в синагоге. Так, это ссылка на второзаконие 6, 4, 9. Так какова же эта заповедь в полноте своей? Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоим всем сердцем, твоей всей душой, твоими всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые заповедую сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоими говорениях, сидя в доме твоем, и идя дорогою, ложась и вставая. Формирование мировоззрения библейского мировоззрения основано на том, что есть лишь только ли один Бог, это часть самой главной заповеди. Нарушение заповеди мы называем грехом. Соответственно, нарушение главной заповеди. Так вот, если мы не формируем мировоззрение своих детей, если считаем, что это должна сделать воскресная школа, что это самый главный грех, мы то благословение, которое нам дано, то предназначение, которое нам дано, потомственное благословение, обрезаем своим собственным существованием. Большинство законов, которые мы сегодня не совсем понимаем в Израиле, в том числе левератный закон, то, что родственник ближайший должен взять жену, какова цель была, чтобы не сгладилось имя этого человека в Израиле, дабы потомки этого человека не оказались вне народа Божьего. Мы, церковь, народ Божий. Если мы не исполняем этого потомственного поручения, не передаем свое мировоззрение своим детям, то мы как раз, вот то, чего боялись больше всего израильтяне, что имя наше будет изглажено в Израиле, и делаем это собственными руками, обрезая, надеясь, а в воскресной школе они выучат истории про Иисуса, звездочек заработали нужное количество. Мы должны формировать мировоззрение своих детей.